Приветствую вас! Вопрос, который, я думаю, интересует многих украинцев, и не только украинцев. Да, то, что мы сейчас наблюдаем, все эти проблемы в Украине, обстрелы, битва за Солидар, гибель мира населения в Днепре, так не только в Днепре. Вообще, к сожалению, с начала войны очень много мира населения, в том числе детей, погибло. Война. Во время войны действительно гибнут и дети, которые даже не совсем понимают, что происходит, но гибнут. Ну, гибнет, естественно, мир населения, потому что ракетные удары, да и не только ракетные, имеют место. Мы время от времени начинаем забывать про беженцев, это тоже трагедия. Понимаете, некоторые люди все потеряли, абсолютно все. Ну, некоторые, что называется, убегали, там, прямо, по-моему, этого слова, что взяли в руки. И того еще нет. Так что, это есть. Понятно, возникает ситуация, кто в этом виноват, кто до этого довел. Ну, как-то. Ну, давайте начнем с самого начала. Кто привел к власти Януковича? Нет, только не надо, пожалуйста, прекращайте. Пожалуйста, прекращайте. Я понимаю, что память у вас всегда подводит, и вообще какая-то дурная у вас привычка. Вроде бы и так времени много прошло, а вы перекручиваете факты, рассказываете какие-то небылицы, которых отродясь не было. Просто не было. Прошло-то все на все. Кто привел к власти Януковича? Еще раз спрашиваю. Кто? Ющенко. Да. Ющенко очень много старался, чтобы Янукович стал президентом. Не спорю, перед тем, как были выборы, олигархи как бы перетерли. Одни говорили, давай Тимошенко, другие Януковича. В конечном итоге большая часть олигархов олигархов, в том числе киевских и львовских, обращаю ваше внимание. Не надо так говорить, вот Янукович и Донецкий. А как черт от Донецка там? Все перемешались. Да, поддержали Януковича. Меньше поддержали Тимошенко. Поряд обстоятельств. Она вообще-то, конечно, хорошая девушка, она очень истеричная. По этой причине, чисто из-за ее характера, не захотели ее поддерживать. Но главная заслуха прихода к власти Януковича – Ющенко. Он старался до невероятности. В свое время даже Юля когда-то напечатала соглашение. Да, такое соглашение было между Ющенко и Януковичем. За это Янукович гарантировал Ющенко, что тротео не будет, и его бизнес не будет, и друзей не будет. Мало того, ну как бы проласкает его, друзья, это факт. А Ющенко действительно, грубо говоря так, мочил Юлю, чтобы Янукович стал президентом. Да, обращаю ваше внимание. Опять же, надеюсь, память вас немножко не подводит. После того, когда Янукович стал президентом, Ющенко шикарно себя чувствовал. И его друзья тоже. Несмотря на то, что там, говорю, вот он. Помните оранжевая революция? Помните. Помните, кто был, так сказать, участник? Ющенко Янукович. И, казалось бы, злейшие враги. А тут злейшие друзья. Правда? Дальше, ну дальше вы знаете. Майдан. Смотрите. Большая вероятность, что если бы не было Майдана, войны, конечно, бы не было. Большая вероятность. По той простой причине, что во многом Майдан спровоцировал и эту войну тоже. Но! Понятное дело, что вы скажете, постойте, но если бы не был Майдан, остался Янукович. Да, не согласен. Остался бы. Скорее всего, да, он бы был бы президентом. Потому что то, что он бы вымутил, выкрутил. Я абсолютно уверен. Да, и мало то, он был бы лепшим другом Путина. Тоже согласен. Но давайте вспомним президента Порошенко. Чем Порошенко отличается от Януковича? Ничем. Абсолютно. Еще раз хочу вам напомнить. Я надеюсь, память у вас все-таки немножко не подводит. Порошенко был министром правительства Азарова. Только не рассказывайте мне, что он шел по улице, его спомали за руку и сделал министром. Нет. Он на коленях лазил перед Януковичем выпрашивать. Не знаю, сколько это стоило должность, но, скорее всего. Да, он лепший друг Азарова. Они бизнес вместе делали. Да, действительно, шикарно зарабатывал. И, спорить не буду, Янукович Порошенко бросил. Ну, когда переформатировал правительство, выбросил Порошенко с поста министра. Было, было, было. Разница между ними никакая нет абсолютно. И, когда Порошенко стал президентом, все, что мы сейчас имеем, развал армии, грабеж армии. Ведь, фактически, он разворовал армию. За время, до начала войны разворовал. Пока не стал Зеленский. И, ну, понимаете, за год сделать армию архи-сложно. Вот сейчас, да, она делается. У нас, понимаете, армия сейчас делается с колес. Почему? Потому что Петр Алексеевич так ее разворовал, усердно разворовал. Что, что, аж воровать-то он хорошо умеет. Что, действительно, ну, просто сложно было защищаться. Да, действительно, к сожалению, приходится формировать армию во время войны. Поэтому причинить, действительно, так тяжело сейчас украинская армия. Вот такая ситуация. Сколько заработал Петр Алексеевич на президентстве? Хорошие деньги. Хорошие. Ну, а насчет этого любить. Что есть, то есть. Сейчас, да, сейчас он хочет класть. Ха-ха-ха, кормушечки хочет. Да. Не получается, хочет. И, ну, действительно, ну, Минское соглашение. Это кто? Порошенко. Вот это заигрывание с Путиным. Которое он, нормандская встреча. Кто? Порошенко. Предательство интересов Украины. Все возможные вот эти вот договоренности. Ну, Минске, Полуминске, Нормандске. Кто? Порошенко. Сдача Крыма. Порошенко. Не-не-не-не, Порошенко. Турчинов, Порошенко и Оценюк это одно. Это все-все выходцы с Майдана. Вы что думаете? Что они, когда сдавали Крым, Порошенко был не в долях? Плохо вы их знали. Все отдали, все знали. Так само, как вы понимаете, что когда избирали Порошенко, вы же понимаете, что там тоже была идея, что Биценюк конкурент. Нет, они договорились так, что хорошо, мы тебя президенты, и мы тут Крым за это сдали. Было? Было. Все было. Так что, в многих случаях, трагедия нашей войны, это заслуга предыдущих деятелей. Да, вот сказать, и действующая власть, однозначно. Помните, власть всегда совершает ошибки. Без этого не бывает. По этой причине вы должны критиковать и Зеленского, и Ермака, и залужных всех. Да, это логично. Критиковать можете, толку не надо. Сейчас идет война. Под вашей критики легшей не будет. Победа быстрее тоже не будет. В сегодняшний момент нужна только победа. А это довольно сложно. Но она будет. А вот после победы, ох, будет срач. К сожалению, да. Но, знаете, черт с ним. Пускай будет после победы срач, главное, чтобы была победа. Я лично за победу. А, срач это, пережил. Но хочу вам еще раз напомнить. Ну, не забывайте, пожалуйста, про тех, кто довел Украину до войны. Путин не спорил. Но, кто помогал Путину довести Украину до войны. Запомнить, Ющенко. Запомнить. Порошенко. Ну, запомните, пожалуйста. Ну, я на кое еще сесть-то. А то вы все время забываете. Ой, не, не, не. Да иди к рук делом. Они своими действиями создали все, возможно и невозможно, чтобы Путин напал на Украину. Что есть, то есть. Целевитесь. Спасибо.